Ну что, господа алкоголики, Дунис, тройте такие круглые глаза. Алкоголикам с медицинской точки зрения считается человек, который употребляет крепкие спиртные напитки, да и вообще спиртные напитки, чаще одного раза в две недели. Так, немножко холодный душик, да, для тех, кто думает, что все у них в порядке. Вот, дальше идем по накатанной и проторенной дорожке. Раз в неделю, раз в день, и все. И поздно пить боржоми, когда почки отказали, и вас спасет только реанимация и осознание того, что надо завязывать. Если же это не получается, и неохота дело доводить до реанимации, все-таки необходимо обращаться к специалистам, которые, кстати, работают не круглые сутки. И вот в этом-то вся проблема и заключается в Америке, в Англии, в Германии. Скорая помощь при абсидентном синдроме – это не только укол хлористого натрия, это полноценное откапывание у нас. Кстати, у нас тоже. Пожалуйста, на Брускова. Ну, единственное, что придется там провести две недели. С другой стороны, это полезно делать. Если же нет желания, а все-таки охота получить поддержку и доброе слово, куда обращаться? Вот сюда, в медицинский центр «Возрождение». Вот телефон специально показали. И, кстати, вот мы давайте поговорим о том, что такая помощь может потребоваться вам, и когда вы в час ночи встали. И думаете, что, может быть, не стоит продолжать идти за пивом, а лучше позвонить. И сегодня такая возможность есть. Если честно, то ни разу при неоднократном посещении наркологического диспансера, и слава богу, в качестве наблюдателя, я не видел ни озлобленных, ни уставших людей. Это практически санаторий, откуда по истечении времени выходят абсолютно здоровые и абсолютно трезвые люди. Две недели – это ведь срок полного вывода алкоголя из организма. А еще и восстановительные процедуры, и помощь психолога, и, самое главное, совместные с такими же страждущими определения дальнейшей трезвой жизни. А некоторые ограничения – это ничто по сравнению с восстановленной семьей, нормальным образом жизни и здоровьем. Я нисколько не пожалел, что мы уже полгода пропагандируем здоровый образ жизни, правильное лечение. Каков результат? Вы знаете, я бы сказал, что результаты у нас достаточно хорошие. Скажем так, анализ пациентов за год, он показывает, что повторные обращения пациентов по одному и тому же поводу, то есть запойное состояние, они случаются от 5 максимум до 10%. Я не говорю, что 90% пациентов, которые к нам обращались, стали абсолютными трезвенниками отнюдь. Но, видимо, те рекомендации, которые мы даем во время лечения, то есть по качеству употребляемых напитков, по дозировкам, по срокам употребления, по совместимости тех или иных спиртных напитков с определенными видами пищи, по возможности в случае плохого самочувствия, вариации выхода самостоятельно из запойных состояний, они оказывают свое действие, и люди уже не нуждаются в той объемной помощи, которую мы оказываем. То есть мы научили, что если стало плохо, то все-таки не варек за пивом, и не 150-200 грамм, которые похмельные считаются, а все-таки к врачу, тем более, что это недорого. Сколько это стоит, разовая помощь? Разовая помощь у нас стоит 3000 рублей. Причем, скажем так, что практически в редких случаях требуется 2-3 процедуры. Это после очень длительных запоев. Кратковременные запои, они прекращаются практически после однократной процедуры. То есть человек пришел, получил процедуру, получил определенные медикаменты для дальнейшего употребления, и запой прервался, и пациент наш чувствует себя великолепным, работоспособен, все как полагается. Вот насмотрят, наверное, молодые пары, которые только вступили на путь в брачной жизни, им так весело, хорошо, они отдыхают, и потихоньку не замечают, но запой начинается не за день, не за два, а за год. То есть, а потом уже все. И вот в таком состоянии человек приходит, то есть ему нужна комплексная помощь. Сколько это вылезет? Комплексная помощь, ну опять же, в зависимости от тех технологий, которые мы применяем. Можно, скажем так, стоимость лечения вложить по минимуму от 5,5 тысяч рублей до 9,5 тысяч рублей. Это включает в себя кодирование от алкоголизма. Можно все это включить, однократную процедуру от 3 до 5 тысяч рублей, это ежедневно, идет в течение 10 дней. Но это уже действительно полноценное, комплексное лечение практически всего организма. То есть, ранее мы с вами говорили о том, что для того, чтобы решить проблему алкоголизма, недостаточно просто убрать в лечении как таковое. Дело в том, что органы и системы завязаны на потреблении экзогенным алкоголя. И пока мы не научим сердце, печень, почки работать в отсутствии алкоголя, говорить о решении проблемы алкоголизма не приходится. А за 10 дней с соответствующим серьезным лечением этот вопрос удается решить. Одно из преимуществ вашего центра, что вы работаете дольше, чем остальные. Имеется в виду временной промежуток с 10 до 7 вечера и каждый день. А теперь мы начинаем задумываться, кто-то может запаниковать. В 2 часа ночи, видите, человек неадекватный для себя, но невосприимчив. И обратиться-то некому. И начинаются поиски той газеты из «Рук у руки» или того номера «Магнитогорского металла», где добрый самаритянин написал, что «вывожу из запоев». Имеет ли он на это право, этот человек, который не имеет ни лицензии, ничего? Ну, что касается нас. Мы работаем действительно с 10 до 7 без выходных. Но в то время, когда у людей возникают проблемы вне этого временного промежутка и в гораздо позднее время, мы можем оказать помощь. И помощь в достаточно полном объеме. То есть мы можем выехать непосредственно на адрес пациента, оценить его состояние и решить вопросы с его госпитализацией в случае необходимости в профильное учреждение, имеющее соответствующую лицензию. Что же касается выездных мероприятий, которые действительно кругом проводятся, прежде всего совет тем людям, кто обращается за этой помощью, ну, спрашивайте, во-первых, наличие лицензии. В лицензии должно быть указано, что эта помощь может оказываться на выезде у пациента. Должен быть указан, так сказать, вид деятельности. Ну, наркология, естественно. Ну и третий момент. Этот человек, который приехал, должен иметь юридическое право заниматься этим видом деятельности. То есть человек должен иметь с собой вот этот вот пакет документов. Если этого пакета документов нет, то вполне возможно, что помощь оказывает гинеколог. Естественно, помощь такого рода должна оказываться только специалистами, и это неоспоримо. И тут надо понимать, что уровень физических мучений часто вынуждает человека идти на необдуманные поступки в поисках облегчения. А враги тут как тут. Доступность алкоголя и псевдоцелители. Но сегодня есть люди, которые без выходных, да и практически круглые сутки, готовы прийти на помощь. И помощь будет оказана, и человек будет спасен. Алкоголизм, к сожалению, это болезнь. И это надо четко понимать. Болезнь хитрая, но болезнь, которую реально можно победить. И вот какая радость-то у нас. Радость у магнитогорцев. Да, большинство из нас соображают головой. А теперь и жители села, которые нас смотрят. Единственный нормальный вещательный канал, неангажированный, это телеканал телекомпании Терра, который смотрит аж в Бриденском районе. Так вот, если вы, господа селяне, все-таки тоже хотите вести себя адекватным образом, берите машину, приезжайте сюда, вас, если надо, закодируют. Если такого не надо, то объяснят, как грамотно бороться с зеленым змеем. И в результате трезвый житель села, который может держать 3-4 коров и 10-20 свиней, это совсем не бедный человек, он себя обеспечит, будет счастливо жить, великолепно отдыхать, и в том числе и в тех местах, где все включено. Только отдыхать, включай голову.